Добрый день, уважаемые коллеги! К сожалению, наша программа такова, что иммунотерапию мы поставили в самом конце, хотя, безусловно, на самом деле, то, что мы видим сегодня с результатами иммунотерапии, заслуживает того, чтобы это направление вообще занимало первое место, и, безусловно, оно является сегодня лидером вообще во всех клинических исследованиях. Потому что уже сегодня есть результаты, которые позволяют нам переводить вот эту нашу мечту о возможности излечения пациентов с отдаленными метастазами из чисто теоретической плоскости в реальную. И мы видим сегодня, что пациенты, получающие иммунотерапию и отвечающие на это лечение, действительно живут долго. Мы это убедились на своем собственном опыте, о котором мы будем говорить, как сказал Рикадьмёшь сегодня вечером. Нет времени на то, чтобы вам наши данные представить. Ну, о том, что меланома является высокой иммуногенной опухолью, мы все хорошо знаем. Есть и клинические подтверждения этому факту, и данные экспериментальных исследований. Но сегодня хорошо изучены основные этапы иммунного ответа. И те механизмы, которые тормозят иммунный ответ, но, к сожалению, ограниченное время мне не позволяет очень долго на этом останавливаться. А вообще первые данные о том, что действительно иммунотерапия может излечивать болезнь, они связаны прежде всего с использованием рекомбинантного интерликина второго, который, по сути, был первым цитокином, показавшим, что возможно достижение у пациентов с метастатической меланомой, возможно достижение полных ответов. Конечно, частота такого события была крайне невелика. И мы видим, что отвечают на это лечение не более 20 пациентов. Но при этом важно отметить, что все-таки максимальный выигрыш от высокодозной терапии интермитином-2 получают только те пациенты, очень небольшая их часть, которые достигли полного ответа на лечение. Негативные моменты. Но кроме высокой стоимости, это еще и высокая токсичность. И сегодня этот метод зарегистрирован только в США. И то используется в очень небольшом количестве центров. А вот те действительно успехи, которые мы видим сегодня, уже связаны с появлением нового поколения иммунотерапевтических препаратов. Если говорить о меланоме, то первый препарат, который показал увеличение, статистически значимое увеличение общей выживаемости для пациентов с метастатической меланомой, был препарат эпилемумал. Здесь основные представлены направления современной иммунотерапии. Это моноклональные антитела, которые блокируют на самом деле три основные сегодня мишени. Это цитотоксический антиген-4, это рецептор запрограммированной клеточной смерти, или его леган. На самом деле этих препаратов значительно больше, и они находятся сегодня на разных стадиях клинических исследований. Но я расскажу лишь о нескольких, то есть там, где мы действительно уже имеем реальные клинические результаты. Итак, эпилемумаб, это моноклональное антитело к антигену цитотоксического Т-лимфоцита. Что мы сегодня знаем про иммунный ответ? Мы знаем, что помимо того, что существуют системы активации иммунного ответа, эволюционно нужны были и они развились системы торможения иммунного ответа. Это необходимо, безусловно, для того, чтобы прекратить иммунный ответ после того, как задача была выполнена. Так вот, оказалось, что опухоли могут использовать вот эти тормозящие сигнальные или контролирующие системы и таким образом усказать от иммунного ответа. И вот эпилемумаб блокирует вот эту негативную тормозящую систему и приводит к тому, что активированные клетки не истощаются, а иммунный ответ, опосредованный циклетками, продолжается. Вот два исследования. Одно было выполнено у пациентов, ранее уже получавших химиотерапию, а второе на пациентов, ранее не получавших исследования, чтобы они показали статистически значимое улучшение выживаемости без прогрессирования. Причем надо обратить внимание на тот факт, что вот в этом исследовании эпилемумаб использовался по той схеме, которая сегодня утверждена. Это не беспрерывное и не бесконечное лечение. Это всего лишь 4 внутривенных введения препарата с интервалом в 3 недели. Вот сегодня зарегистрированная схема лечения эпилемумабом. Так вот, лечение-то давно закончилось, а кривые продолжают расходиться. И те пациенты, которые пережили 2 года, то есть ответили на лечение, у них есть очень большая вероятность, что и оставшиеся годы они проживут без прогрессирования заболевания. И сегодня уже есть данные, говорящие о возможности десятилетия переживать после окончания иммунотерапии на фоне эпилемумаба. Мы также здесь видим значительно лучшие показатели и одногодичной выживаемости. Это уже не те 25%, которые мы имели на стандартной химиотерапии, а это уже почти 50%. Это второе исследование, о котором я говорила. Здесь эпилемумаб использовался в комбинации с декорбозином и сравнивалось это с монотерапией декорбозина. Здесь также получены отчетливые преимущества вот этой комбинированной группы по сравнению со стандартной химиотерапией. И эпилемумаб показал нам впервые, что ответ на эту терапию, он может отличаться от того традиционного ответа, который мы видим на химиотерапии. В частности, были отписаны два новых вида ответа. Это ответ, который развивается после первоначального небольшого прогрессирования. И ответ, который тоже развивается, даже несмотря на то, что у пациента могут появляться отдельные новые метастазы. Но, тем не менее, при дальнейшем наблюдении, все-таки наблюдается суммарное уменьшение опухоли. И все вот эти основные виды ответов, все пациенты с такими ответами, они действительно выигрывают от назначения иммунотерапии эпилемумабом. Проблемы. Первая проблема, безусловно, это переносимость лечения. При использовании эпилемумаба мы столкнулись с новым, абсолютно новым типом нежелательных явлений. Это так называемые иммунозависимые нежелательные явления. И природа их, в общем-то, объяснена уникальным механизмом действия препарата. По сути дела, это тоже аутоиммунное воспаление. Но только оно направлено не только на опухоль, но и оно может быть направлено на собственные органы или ткани. И наиболее часто это развиваются драматиты, энтероколиты, эндокринопатии. Более редким осложнением является гепатотоксичность. Здесь показаны основные виды токсичности. И, конечно, если говорить о наиболее клинически значимых степенях выращенности нежелательных явлений, это третья и четвертая, то здесь надо говорить о диарее, в первую очередь о диарее и энтероколите. Другие такие серьезные осложнения в группе чистого эпилемумаба были значительно реже. А вот попытка его, это первая комбинация эпилемумаба с химиотерапией, нам показала все-таки увеличение, прежде всего, печеночной токсичности. Отдаленные результаты лечения, о которых я говорила, сегодня все-таки проанализированы данные и проспективных, и ретроспективных исследований, в которые было включено в общей сложности почти 2000 пациентов. Все они получали эпилемумаб в рамках 12 исследований. В медианной общей выживаемости 11 месяцев, 3 года пережили 22% больных. Из программы расширенного доступа, почему нам важна программа расширенного доступа? Потому что все-таки исследования, как правило, имеют очень жесткие критерии включения. А вот у программы расширенного доступа практически их нет. То есть мы из этих программ понимаем, что действительно мы будем иметь в нашей практике, когда у нас будет возможность работы с этим препаратом. Это медиана общей выживаемости 10 месяцев и трехлетняя выживаемость 21 месяц. Что особенно впечатляет, это то, что 17-25, почти до четверти пациентов могут переживать 3-10 и более лет. Ну и на этом графике это хорошо видно. Какие проблемы сегодня не решены, помимо контроля токсичности? Да, остаются вопросы. Это вопросы касаются оптимальной дозы, потому что есть исследования, где эпилемумаб использовался в дозе 3 мг, есть 10 мг. Какая сегодня лучше, какая более эффективная и лучше переносимая схема лечения? Это использовать ли его в виде вот таких индукционных фаз, включающих 4 введения, или использовать его более длительно, то, как в некоторых исследованиях проводилась иммунотерапия. Основным вопросом, с моей точки зрения, является, безусловно, отбор больных. Потому что понятно, что иммунотерапия работает не у всех пациентов. И вообще реально примерно треть пациентов отвечают на это лечение. Получается, что 70% пациентов мы лечение проводим напрасно. Вот как выделить вот эту таргетную популяцию? Сегодня пока нет, к сожалению, ответа на этот вопрос. Пытаются различные прогностические факторы оценивать. Но вот этот вопрос вызывает большой интерес, потому что из своей практики мы видим, казалось бы, и вот по всем статьям пациент должен был ответить на терапию. Там у него небольшая опухолевая масса, только кожное поражение. И мы этого ответа не видим. И в то же время мы видим, что уходят легочные метастазы, уходят метастазы в лимфатические узлы, мягкие ткани и даже печень. Поэтому вот предсказательные маркеры эффективности. Ну и, конечно, эффективность комбинаций. Первые попытки, как я уже говорила, были не очень удачные комбинации с химиотерапией. А вот комбинация с гранулостарным макрофагальным колонией, стимулирующим фактором, вот она заслуживает внимания. Потому что, во-первых, такая комбинация оказалась более эффективной по медиане общей выживаемости. И не менее важно, что она и лучше переносилась пациентами. Вот здесь по вот этим вот основным наиболее критичным нежелательным явлениям очень хорошо видно. Второе направление – это блокады другого контролирующего пути, связанного с рецепторами запрограммированной клеточной смеси. Это уже более поздний этап иммунного ответа. Он происходит между активированным Т-лимфоцитом и опухолевой клеткой. Также эволюционно развивается, но используется опухоль для того, чтобы ускользать от иммунного ответа. И первое исследование уже с этим новым классом препаратов. Сегодня их много, но два препарата сегодня наиболее широко изучены. Это мимулумаб и пембролизумаб. Посмотрите, пожалуйста, объективный ответ. Это только когда я говорила об эффективности эпилемумаба, я имела в виду не только объективные ответы, но и контроль над заболеванием. Здесь только частота объективного ответа составила 31%. При том, что в дозе, которая была затем одобрена для дальнейших исследований, этот объективный ответ уже составил 40%. Причем медиана длительности ответа 2 года и медиана общей выживаемости почти 17 месяцев. Токсичность. Несколько лучше, по крайней мере, по тем данным, которые сегодня представлены, несколько лучше в плане переносимости. То новое, что было отмечено для блокаторов ПИДИ, это развитие пневмонитов. А вот энтеропатия и эндокринопатия, они встречаются реже. Комбинация, так сказать, теоретической точки зрения, блокада одновременно двух вот таких тормозящих механизмов должна быть более эффективна. И действительно, исследования показали, что при комбинации неволумаба и эпилемумаба вот в таких дозировках частота объективного ответа составила уже более 50%. При этом, посмотрите, пожалуйста, что интересно, что уже на 12-й неделе опухоли у вот такого процента больных до 40% больных отвечали уменьшением опухоли на 80% и более. То есть, в общем-то, то, что мы видим на самом деле для ингибиторов тирозинкина. Здесь просто показана вот эта реакция со стороны опухоли на комбинацию. Эта картинка очень напоминает нам картинку эффективности вимурафенеба или даброфенеба. Есть пациенты, получающие эту комбинацию, прослежены уже этого года. Наиболее эффективной оказалась комбинация эпилемумаба в стандартной дозе 3 мг, немалюмаба 1 мг на 1 кг. Двухлетняя выживает 88%. Да, несколько более высокая оказалась токсичность этой комбинации. И вот для тех ответов, которые доблюдаются именно на комбинации немалюмаба и эпилемумаба, даже был введен новый термин англоязычный – дипреспон. То есть подчеркивание, что это, во-первых, быстро наступающий ответ, это действительно такое реальное уменьшение опухолевой массы, а не просто стабилизация. Биомаркеры – интересная тема, пока она находится в исследовании. Здесь перспективные исследования, которые сегодня или только что закончены, или продолжаются. Вот исследование эпилемумаб против плацебо, о котором говорила Кристина Вячеславовна. Сегодня есть результаты вот этого исследования. Невалумаб против химиотерапии по выбору врача для пациентов. Уже совершенно новая категория пациентов. Пациенты, не ответившие на таргетную терапию, если у них была мутация, и пациенты, не ответившие на эпилемумаб. И показана и более высокая частота объективных ответов, и лучшие показатели общей выживаемости. На те проблемы, которые сегодня не решены, их пытаются решать в клинических исследованиях. В частности, идет прямое сравнение вот этих двух дозировок, о которых я говорила. Ну и пембролизумаб. Это, наверное, в этом году на американской конференции, можно назвать его препаратом года. На что здесь надо обратить внимание? На то, что препарат исследовался и у пациентов, ранее не получавших эпилемумаба, и в это исследование входили те пациенты, которые уже получали эпилемумаб и спрогрессировали на нем. И вот, посмотрите, пожалуйста, результаты. Мы видим, что препарат работает и у эпилемумаб рефрактырных пациентов, и у эпилемумаб, ну и у пациентов, не получавших этой терапии. Поскольку зеленые столбики – это пациенты без предшествующего эпилемумаба, а вот эти красные столбики – это те пациенты, которые получали эпилемумаб. Галина Юрьевна, ну хорошо, у нас время кончается. А я, собственно говоря, и закончила. По переносимости очень похоже на неволумаб. И сегодня, на самом деле, этот успех, он не только для меланомы зарегистрирован, но и целый ряд других опухолей изучается на… Это мы тогда пропустим. Да уже можно все пропустить. Давайте я возьму все в свои руки, потому что у нас… И все-таки в будущем влечении меланомы за биотерапией. Спасибо. Спасибо. Спасибо.